Это Усахарчук Сергей Яшникович, соедините меня в гости или старших по ответам. Секунду. 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 Здравствуйте, меня зовут Евгений, я вас за защитой ОКБУ. Меня зовут Шахарчук Сергей Яковлевич. Я вам хотел, не имел возможности позвонить в прошлую среду, потому что был день Конституции Украины, а вы все государственные праздники и религиозные соблюдаете и работаете. Не, мы работали в среду. Я неоднократно звонил ранее, мне говорили, у нас католическое Рождество, у нас православное Рождество, поэтому я не позвонил. Не, ну, в прошлую среду работали, меня лично не было, но 8 работал. Вот такая интересная ситуация получается. Мне почему-то на Рождество, когда я посмотрел, отказались, сказали, что не работали. На Рождество, да, не работали. А день Конституции Украины это вам не праздник, да? Ну, так в офисе, я не знаю, в офисе так было решено. Ну, позапрошлый понедельник государственная инвестиционная служба Украины незаконно аннулировала мой документ на легализующий меня в Украине, то есть подтверждающий легальное пребывание в Украине. А что, документ был? А вы знаете, что существует такой документ, как справка об обращении за защитой в Украине? Да, конечно. И вы знаете, что в ней такие отметочки ставятся о продлении? Да. И вот у меня было продление до 24 июля. Господин Галатенко, начальник отдела по беженцам, взял и аннулировал это продление по незаконным основаниям. А на каком конкретно основании? Якобы я незаконно нахожусь на территории Украины. Так это же справка, это и есть основания для нахождения. Основания, если это документ подтверждающий, основания нахождения на территории Украины, несколько оснований, в том числе нахождение в двух судебных процессах. Ну правильно, да. Ну правильно. А почему ваш партнер незаконно произвел такое действие? И в присутствии ваших партнеров десятого кризиса? Наш партнер, вы понимаете, наш партнер не имеет права делать какие-либо действия. Только в констанции Украины, в милициях и в его органах может. Почему ваши партнеры в десятой кризисе присутствовали при всех этих процедурах, хотя они отказались со мной сотрудничать и прочее? То есть, десятый кризис партнеры были с вами во время того, как вы вас аннулировали это? Все десятые кризисы сидели в кабинете, когда это все происходило, целый день. Они явились почему-то в тот день к 11 часам, когда мне было назначено собеседование. И при всех издевательствах международной службы они присутствовали. У меня есть видео, на которое попали ваши сотрудники в КАК. Они как-то помогали вам, протестовали решение или обещали, что напишут жалобу на это решение или что? Нет, нет. Они сидели, наблюдали, чтобы ждали, наверное, что я начну студию кидать. Скажите еще, пожалуйста, ваш номер регистрационный с этой организацией. Вы когда были, в 10 апреля, вам не забывали номер? Забывали, но я ее не помню, и документы у меня сейчас перестанули. Нет, я, конечно, зарегистрировал. И вот теперь я сейчас остался без документов. Я зарегистрировал вас. Хорошо, я попробую найти ваши дела без номера. И что? Ну, мы, скажем, в 10 апреля узнаем еще... 10 апреля, 10 апреля. Я в 10 апреля никаких отношений не имею. Значит, я имел отношения до того, как не было анализовано мое продление справки с Верой Надеждой Люксой, которая является социальным партнером. Да, он, да. Вот, так вот этот социальный партнер почему-то не обеспечил меня лекарствами, когда я лежал в больнице с 1 июня по 12 июня. Хотя ему, сотруднику социальному партнеру, или сотруднику этого социального консультанта, на его основе не врать. Потому что вы не врать. Я понял, но в момент это уже к другому сотруднику вопрос, почему вам не давали социальную помощь. На самом деле, есть определенные критерии, по которым выясняется. Я у вас зарегистрировал. Сапик, видите, ко мне никакого отношения не имеет, но почему-то они сидели там и присутствовали при делах их не касающихся. А раз присутствовали, если видны нарушения закона, они им не препятствуют, видимо. Да не соглашаются с нарушениями закона. Слушай, дело в том, что 10 апреля и наши партнеры в ответы. То есть мы осуществляем свои действия и наши партнеры в ответы. Я юридическую защиту осуществлял, я сам правозащитник, и хорошо разбираюсь в законодательстве. Вот. Мне ваш партнер просто подганил в прошлый раз, это 10 апреля, и я пользовался условиями адвоката через службу вторичной правовой помощи. Вот. Он мне выиграл два дела, ведет третий, опять все дела. Вот. Я вам заявляю, что что... То есть эти ваши партнеры, они со мной, я с ними отношениями застанавливать мир собираюсь. Значит, эти мне сказали, вера, надежда, любовь, что якобы они мне будут оказывать помощь, но бумаги мне никакой нету. Я вам перешлал на вашу страницу в этой фейсбуке документы, которые у меня имеются в последнем событии. Но их, конечно, понятно, что никто не смотрел и смотреть не будет. Вот. Значит, я у вас зарегистрирую. Что мне делать? Ответьте, вы сложите вашу позицию. То есть вы... Я к вам отношусь и не имею, что никакого отношения не имею. Ну вот, я же вам объяснял. Он и пытался объяснить, что в Одессе конкретно... Одесса, на 10 апреля, ко мне, у меня есть от них официальное письмо, что они со мной общаться не собираются. И я с ними общаться не собираюсь. То есть они вам отказали в правовой помощи, в поддержке вашего дела? В основании того, что я якобы неэтично повел с их адвокатом. Хотя это их адвокат неэтично повел по отношению ко мне, не связавшись со мной перед судом по телефону, не согласовав дела. И я был вынужден ехать там, на суд, хотя не собирался. А он встретился с ним только перед судом. И я ему сказал, что он выразил свою позицию в сезурной корне. Что в таких услугах такого адвоката я уже не нуждаюсь. А как и сложил он своей докладной, что там было, я не знаю. Ну, мне нужно проверить все обстоятельства вашего дела, чтобы в дальнейшем говорить вам, какие мы можем предпринять решения. Я не верю из-за того, что я не знал, что у вас... Вы же не извещаете, что у вас рабочий день третьего числа. Вы же, если государственные... Я не знаю, что вы оставили, не знаю. Вы празднуете государственные праздники Украины, не празднуете государственные праздники Украины. Ну, мы же, как бы, не украинское правительство. Отношение к нему у нас в плане сотрудничества. Какие люди организации, что вы празднуете Рождество и Пасху? Это религиозные праздники, поэтому... А и христиане у вас там, и иудеев нету? И они тоже, скажется, это празднуют? Ну, в принципе, все религиозные значимые праздники считаются выходным, да. По международным стандартам, потому что в конвенции ООН к делах беженцев, в том числе, религиозный признак является одним из признаков, по которым могут признавать или не признавать беженцев. И Йом-Кипур, и Рамадан, и в шоке, если у вас отмечаются? Нет, только знак, самое значимое, там, одному-двому. Йом-Кипур, это значимый праздник, например, в иудаизме. Я могу, я в принципе могу вам перечислить, могу эту информацию поднять, какие люди считаются праздничными, если вам нужна эта информация. Но касательно вашего конкретного дела, мне нужно выяснить, что действительно праздник у вас, являетесь ли вы нашим праздниками в конце, потому что если вам было отказано в помощи 10 апреля, и значит этот отказ был согласован с нами, и соответственно, значит, на данный момент, я же не знаю, мне нужно это проверить, возможно, вы и не являетесь, ну, то есть мы не можем вам помогать в таких делах сейчас. Ну, так дайте мне письменный ответ. Хорошо, мне нужно проверить эту информацию вообще, в принципе. Что вы сказали, позвонить с партнерами и узнать, в чем, собственно, дело. Два месяца будете проверять? Нет, сегодня я проверю. А до тебе давайте партнеры по социалке? Партнеры по социалке, вера надежда любой в Одессе. Дело в том, что обычно партнеры по социальной помощи, ввиду отсутствия других документов, они принимают документы от нас, то есть называется protection letter. Эти письма обычно запрашиваются через правилых партнеров, то есть, в принципе, сотрудничество с обоими партнерами необходимо. Было такое письмо в прошлом году? Было такое? Да, но они выдаются просто раз в три месяца или раз в два месяца, в зависимости от вашего положения в процедуре. Каковы, как это у вашего письма? У Алексея Ветрова были трудности с устройством поста, например, в это... А он говорит, ваше письмо не является документом, идентифицирующим личность. Ну да, по украинскому законодательству, это документы, которые выдают государство Украины, могут... А я инвалид, и в связи с тем, что у меня аннулирована справка, я не могу пройти комиссию на медико-социальных смертей. А по вашему, ваше письмо, меня пошлют далеко и... По нашему письму, возможно, только помощь от социальных партнеров, которые также объявляются нашими партнерами. И они, в принципе, иногда помогают проходить медицинские осмотры и так далее, по крайней мере, редкие. А в Киеве, вот меня сейчас, вот до того, как... У меня на руках сейчас бланк направления на медико-социальную экспертизу, который я получил при наличии справки, действовавшей на тот момент. Сейчас справки у меня действующие нету. Вашим письмом мне медико-социальную экспертизу проводить не будут. То есть вы обрекаете, вы, если с вашими несогласованными действиями в медико-социальной службе, обрекаете меня на смерть. Я это официально заявляю, разговор пишу, и сейчас я выскажу это человеку на камеру и выложу это на YouTube. Чтобы вы не говорили, что вы не знали, не видели и ничего не подозревали. Что я к вам не обращал. Я понял ваши требования. Вы хотите узнать, что до своего дела? Будем ли мы дальше вам помогать и вынуждены проверить информацию касательно помощи от юридических партнеров? Не нужна мне помощь ваших юридических партнеров. Потому что ваши юридические партнеры мне основательно подгадили, и я с ними общаться не хочу. У меня есть адвокат, который честный и порядочный работает. И очень профессиональный. Я понимаю, а тогда, в чем, собственно, какой у вас вопрос к нам тогда, если вы не хотите позвиничить с нами? Как всегда. Дайте мне вашего по социалке консультанта. А, сейчас сооренить? Вы, господин, некомпетентный. Я это понял, что... Дайте бы я с человеком, с которым официалку заеду, буду разговаривать. Хорошо, сейчас, извините. Ну, не через два часа. Хорошо, все.